МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме культуры поселения Калиновка установили новые окна. Юные мастера черно-белых досок, учащиеся черновской школы, постигают азы шахмат. Узнали о тонкостях работы. Студенты сергинского губернского техникума сходили на экскурсию в РОВД. Два раза в месяц в зале заседания администрации собираются вместе главы поселений муниципалитета. Обсуждаются различные вопросы, связанные с жизнью на селе. Очередной такой семинар состоялся в среду утром. На повестке дня у глав было несколько вопросов. Три вопроса содержала повестка дня очередного семинара глав поселений. По одному из первых докладчиков выступила Елена Земского, руководитель комитета по делам семьи и детства. Акцент был сделан на итогах 2016 года. С первым января 2016 года, вы, наверное, уже услышали, у нас произошли серьезные изменения в службе семьи. Теперь у нас все учреждения являются государственными учреждениями. То есть это в связи с изменениями в 77-й законе Самарской области о наделении оконных местным самоправлением, отдельным полномочиям в сфере социального обслуживания населения. То есть были полномочиями, переданы назад в область и осталось только у нас опеку и попечительству и работа комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме изменений в структуре, Елена Земского рассказала также об основной работе комитета. Так, количество детей, выявленных в неблагополучных семьях в 2016 году, осталось на уровне прежних лет. Отрадно, что нет детей, оставшихся без попечения родителей. Исключением являются сироты. К сожалению, увеличилось число родителей, лишенных своих родительских прав. Здесь не оправдала себя практика ограничений в родительских правах на 6 месяцев. Как оказалось, за полгода родители не готовы улучшить ситуацию в семье. Выявлять детей, нуждающихся в помощи, комитету помогают многие службы, не остаются в стороне и неравнодушные граждане. Это, как правило, совместная работа всех, и учреждений службы семьи, и администрации поселений на местах, ну и даже, наверное, соседей, неравнодушных граждан, общественных организаций, которые не проходят мимо. Потому что у нас очень активно помогают общественные организации в плане материальной помощи и набора продуктов питания, и игрушки, и одежды, и к началу учебного года канцелярские товары. То есть у нас, как правило, материальное положение у семей не такое, как говорится, бедственное, чтобы бросить ребенка и сказать, вот забирайте и занимайтесь им сами. То есть здесь вот как бы помогают. Но вот где-то несформированность родительской ответственности, где-то домашний алкоголизм, ну, приводит еще к лишению родительских прав. Обсудили и летнюю оздоровительную кампанию 2017 года. Как отметила Елена Земского, теперь родителям, желающим отправить чадо в летний лагерь, нужно зарегистрироваться на портале госуслуги. Иначе сервис бронирования путевок Супрема-63 попросту не будет доступен. Помимо этого, собравшиеся заслушали доклад Ольги Макаровой, начальник отдела торговли и экономического развития, а также обсудили план проведения в поселениях района ежегодных сходов граждан. Надежда Щебакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». Первая зима за последние годы в Доме культуры поселения Калиновка проходит при относительно комфортных температурах. Это сказывается и на посещаемости клуба, и на его работе. Все благодаря новым окнам. Их установка – итог встречи главы Сергиевского района с активом поселения минувшим летом. Подобный диалог стал уже доброй традицией. Три с половиной года назад глава Сергиевского района Алексей Александрович Веселов впервые провел открытые встречи с активистами всех 17 поселений муниципалитета. Эти круглые столы за чашкой чая проходят традиционно летом. На них самые неравнодушные сельчане обсуждают с руководством района актуальные для них вопросы. За время проведения встречи прозвучало около 700 просьб и предложений от граждан. Речь идет и о политике, и о культуре, и о безопасности. Но самыми часто упоминаемыми являются темы благоустройства, темы дорожные и строительно-ремонтные. На одной из таких встреч в Калиновке сельчане поделились своими переживаниями по поводу старых оконных блоков в их Доме культуры. В прошлом году поднимали вопрос на встрече с главой нашего района. Первый забили тревогу у нас заведующий Дом культуры. Окна все прогнили, стекла не держатся. Поэтому уже там и на гвоздях, и все, и кое-как, и замучились менять эти стекла, они выпадали просто, уже не на чем держаться. Часто говорят, что ДК, как храм культуры в селе, является еще и его лицом. Поэтому по итогам очередного визита главы Сергеевского района в Калиновку местный клуб не остался без внимания. Осенью 2016 года сюда приехала бригада квалифицированных рабочих для замены отживших свое конструкции на новые пластиковые современные стеклопакеты. Трудились они три дня от рассвета до заката, как подчеркивают сами сельчане. Здесь светлый рабочий день, до темна прям работали. Пока не закончили, не сдали все. Галина Николаевна приняла работу у них. То, что надо, убрали, они за собой везли. С этой стороны молодцы. Обновка. Новые стеклопакеты в фойе клуба сейчас уже успешно прошли проверку зимними морозами. Сельчане живо отреагировали на такие изменения. Как нам рассказали постоянные посетители ДК, здесь дважды в неделю теперь проходят занятия гимнастикой, занимается местный хоровой коллектив, интенсивнее, чем раньше, работают кружки и секции, проводятся дискотеки. Но сквозняка такого нет, окна поменяли, уже как-то теплее, воздух держится. А то заходишь и все, сквозняком выдувается. Если в окна ветер, то прям вот ходуном все ходит, все эти, все выдувается. Красота, тепло стало, а то холодно было. Пенсионеры вот мы ходим заниматься зарядкой, концерты ставим, песни разучиваем. Раздеваться невозможно было, а сейчас тепло стало. Хорошие изменения начались, говорят работники этого ДК. Добавляю, что очень ждут продолжения ремонтных работ и проведения водоводов здания, утраченного из-за его ветхости. Ну а проведенная замена оконных блоков в фойе ДК уже позволила во всех смыслах в более теплой обстановке провести День матери, День пожилого человека и новогодние мероприятия. Теперь этот клуб готовится принять ежегодный сход граждан, а там уже и до масленичных гуляний недалеко. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубрев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». 24 января в здании и на территории РОВД по Сергиевскому району состоялась экскурсия для студентов губернского техникума. Возможно, и будущие сотрудники правоохранительных органов прогулялись по кабинетам и узнали, как проходят будни работников полиции. Они предотвращают преступления, занимаются розыском и в общей сложности делают все для спокойствия населения. Таковы трудовые будни сотрудников полиции. А узнать все тонкости работы правоохранительных органов удалось студентам Сергиевского губернского техникума. В минувший вторник, 24 января, в здании РОВД для них прошла ознакомительная экскурсия. Она была проведена в рамках акции «Студенческий десант». Сотрудник полиции познакомил ребят со структурой подразделений и рассказал им о принципах работы. Все это проведено для ознакомления студентов, чтобы они знали, какая служба в полиции, какой порядок приема на работу, деятельность полиции, непосредственно задачи полиции. Со всем этим ознакомили. Ребята остались довольны. В общей сложности экскурсия продолжалась больше часа. За это время присутствующие успели узнать многое. Познакомились с начальником полиции, посмотрели транспорт и вооружение, посетили тиры, даже увидели, как работают полицейские собаки. В итоге встреча прошла очень познавательно. Узнать больше о труде полиции и увидеть их будни как бы изнутри весьма увлекательно не только для будущих специалистов. А студенты, посетившие экскурсию, обучаются по специальности правоохранительная деятельность. И, вероятно, многие из них и в дальнейшем будут трудиться в местном РОВД. И знания, полученные на экскурсии, очень пригодятся им в работе. Кроме того, такое времяпрепровождение оставляет массу хороших впечатлений. Впечатление само собой положительное, так как некоторые вещи были услышаны первый раз. Ранее я о чем-то знал, о чем-то не знал, с чем-то сталкивался, с чем-то нет. Были какие-то у себя вопросы в голове, когда сюда приходили, на некоторые были получены ответы. То есть, даже не задавая вопрос, можно было получить ответы, как сотрудники все знают, они сами рассказывают об основном. И, понятное дело, что они знают, чем интересует студент, что ему интересно. И они, понятное дело, что будут доносить именно информацию, которая интересна и актуальна. Впечатления остались хорошие, так как показали ТИР. Это довольно-таки, мне кажется, интересующий вопрос всех. Касательно вооружения, касательно автомобилей, которые имеются в наличии у сотрудников. И касательно именно собак, которые работают по взрывчатке и по поиску всех остальных. Показали, как работает, как производится работа с собакой. Ну, мне кажется, что для всех из моей группы это было довольно-таки интересно, так как познавательно довольно-таки это было. Далее пара слов о состоянии цен в торговых точках и сетях Сергеевского района. За минувшую неделю данные предоставлены официальным сайтом муниципалитета. По данным оперативного мониторинга в торговой сети района, с 19 по 26 января в некоторых торговых точках наблюдается небольшой рост цен на такие продукты, как виноград, томаты, огурцы, яблоки, крупу гречневую, сметану, макароны, морковь, кефир и молоко. Снижение цен зафиксировано на мандарины, перец, лук, картофель, бананы, крупу рисовую, апельсины, масло подсолнечное, мясо кур, творог и сахар. За прошедший период изменились и цены на автомобильное топливо, и теперь они составляют на бензин 92 марки от 34 рублей 50 копеек до 35 рублей 30 копеек за литр. На бензин 95 марки от 38 рублей до 38 рублей 60 копеек за литр, а на дизельное топливо от 37 рублей до 38 рублей 18 копеек за литр. Истинные таланты зачастую рождаются в глубинке. Это касается всех сфер жизни, в том числе и спорта. А когда за дело берутся энтузиасты и профессионалы, нет сомнений, результат будет качественно высокого уровня. В школе села Черновка с недавних пор занимаются шахматами, но результат у ребят уже имеется. К тому же от желающих постичь азы самой древней игры нет отбоя. Ход делают белый, черный. Включаем часы и продолжаем работать. Фигуры, черно-белая доска, минуты раздумий, работа мозга. Это хоть и сложная, но достаточно интересная игра, которая к тому же в последние годы снова становится популярной. Научиться играть в шахматы непросто, нужно время. 12-летний Александр Сусликов, ученик Черновской школы, признается. О том, кто такие ферзь, король или пешка, знал еще с ранних лет. Я начал учиться еще с детства, когда еще в школу не ходил в детском саду. Меня учил мой брат старший. Он тоже хорошо играл. Я очень часто ездил на соревнования, занимал первые места. Молодое дарование – один из примеров того, как при определенном желании и работе можно достичь высоких результатов. Более того, сейчас Александр не только играет сам, но и учит шахматам других, естественно, вместе с педагогом. Людмила Гарина в школе села Черновка преподает физическую культуру и математику, а с недавних пор проводит с ребятами шахматные часы. Причем вспоминает, когда все начиналось, знакомить учеников с новой для них игрой не пришлось. Большинство отлично знали, что такое шахматы. Я говорю, не имейте руку, кто в шахматы умеет играть. И практически половину подняли, потому что уже в семьях, вот именно, уже поняли, что это нужно развивать ребят тоже. И логическое мышление развивается. И, как правило, они успешны в математике уже в дальнейшем. С 2013 года в Черновской школе введен федеральный курс обучения учащихся самой древней игре. В рамках программы развития шахмат в школах государство обеспечило необходимыми материалами, фигурами, досками, познавательной литературой. В каждом классе со 2 по 6 занятия проводятся один раз в неделю. И пусть не у всех пока получается постичь азы этой сложной игры, старание у ребят просматривается невооруженным глазом. Найди черного коня. Так, делай ход. Стоп, 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 вернем. Ребята очень любят заниматься, приходят. Уже практически многие классы у нас работают уже шахматными часами. Благодаря шахматным занятиям пришли первые результаты на соревнованиях. Команда Черновской школы в турнирах района Спартакиада занимает первые места. Ребята демонстрируют отменную игру, не имея среди сверстников себе равных. Есть уверенность, что это всерьез и надолго. Ведь шахматы в данном образовательном учреждении из обязательного предмета у ребят давно превратились в любимый. Дмитрий Сурков, Надежда Щипакина, Александр Семкин. Служба новостей телеканала «Радуга-3». Преимущество? Фигура. Какая погода ожидает нас в ближайшие выходные, расскажем прямо сейчас. Перемены есть, но они не особо радужные. По прогнозам синоптиков, осадков на этой неделе больше не предвидится. Зато ожидается заметное похолодание. Так, сегодня вечером столбик термометра будет показывать минус 19, минус 21 градус. Ночью ожидается мороз до минус 28. Субботним днем также будет минус 19, минус 20. Ночные температуры окажутся от минус 23 до минус 28 градусов. Воскресенье еще более похолодает. Ночью до минус 33, а днем до минус 23 градусов. Также заметно повысится атмосферное давление до 76,3 миллиметров. Прогноз предварительный, но все же советуем гражданам готовиться к морозам. Регулярный сезон чемпионата Сельгинского района по волейболу – это лишь прелюдия к главному действу – плей-офф. Однако это вовсе не означает, что на предварительной стадии матчи проходят скучно. Борьбы много и есть на что посмотреть. Нынешний волейбольный чемпионат проходит по двухступенчатой системе. На первом этапе шесть команд встречаются друг с другом дважды. Все для того, чтобы определить первую четверку. А вот ей затем уже предстоит самая интересная борьба на стадии плей-офф. И только победитель серии игр на выбывание становится чемпионом. Поэтому кому-то может показаться, что регулярный турнир лишен главной изюминки. А следовательно, особой интриги. Это на самом деле не так. Во-первых, фавориты, а их сразу несколько, стремятся во что бы то ни стало завевать место повыше в турнирной таблице. Дабы иметь менее сильного оппонента в первом раунде. А во-вторых, расклад после первого круга показывает, что пока только одна команда, Сургут не имеет особых шансов на продолжение борьбы. В то время как коллективы средней руки ведут отчаянную борьбу за то, чтобы не стать вторым неудачником. Газовик, Курс, Инвест. Кому-то одному придется подвинуться, завершив сезон раньше времени. Но сегодня речь пойдет о командах-лидерах. РН Охрана и Нефтяник на отчетный период занимают первое и второе места в таблице. И в минувший четверг они встречались между собой под крышей спорткомплекса Олимпийц. В первом круге успех сопутствовал охранникам. Они были полны решимости повторить достижения, переиграв своего главного соперника. Нефтяник, который в этот вечер вышел на площадку преимущественно в красной форме, уступать просто так и не собирался. Первый сет это наглядно продемонстрировал. Нефтяники бились за каждый мяч, держа на площадке равенство в результате. Лишь под конец партии РН Охране вроде бы удалось оторваться. 21-17. Но к финишу оба коллектива пришли снова вровень 24-24. Игра на больше-меньше поначалу фаворита не выявила, но в конце концов сильнее оказалась команда в белой форме 27-25. Во второй партии Нефтяник вовсе лидировал, а в середине отрыв красных составлял 5 очков. Но чем ближе была концовка, тем стремительнее преимущество команда Андрея Паймушкина теряло. В итоге охрана взяла верх и здесь 25-21. Сет третий превратился в формальность после того, как игроки Нефтяника допустили несколько безвольных ошибок. Разрыв в счете вырос стремительно и продержался до самого конца. 25-15 победа в сете и в матче 3-0. Очередная победа РН охраны наглядно демонстрирует, кто наверняка будет в плей-офф хозяином. Остальным коллективам нужно будет сильно постараться, дабы свергнуть охранников с трона. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсоры прогноза погоды – хлебозавод «Сургутский» и магазин «Планета». Хлеб – дар божий, отец, кормилец. У каждой семьи есть любимый хлеб. Полтора десятка лет хлебозавод «Сургутский», храня лучшие пекарские традиции, предлагает к вашему столу горячий ароматный хлеб и выпечку. За экологичность и вкус эта продукция высоко ценится десятками, в том числе и сетевых магазинов, поставляется в детские сады, школы, ЦРВ, пансионаты. Я говорю о своем хлебе, что хлеб экологически чистый. Соль, дрожжи, вода. Более ничего нет. Четыре десятка наших грамотных специалистов отдают через хлеб тепло своих рук вашей семье. Хлебозавод «Сургутский» гордится качеством. На двух тысячах квадратных метров производственных цехов хлебозавода «Сургутский» по современным технологиям, без химических добавок, с использованием высококачественного сырья только от отечественного производителя, с любовью выпускается наш хлеб. Спрашивайте в магазинах вкусные продукты хлебозавода «Сургутский». Этот хлеб мы испекли для вас. С магазином «Планета» не страшны ни стройка, ни ремонт, потому что у нас найдется все необходимое для этого. Сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы от ведущих производителей, крепеж, саморезы, анкера, гвозди. Сантехника на любой вкус и цвет. Также водонагреватели, душевые кабины, мебель для ванных комнат. Всегда в наличии на заказ двери входные и межкомнатные, фурнитура к ним. Большой выбор ламината или нолиума. Опытные продавцы помогут в выборе любых материалов от пластиковых панелей до гипсокартона. Кроме того, в наличии садово-огородный инвентарь, грунт для рассада, ящики кашпо и многое, многое другое. Магазин строительных материалов «Планета» и «Пэтумасян». Наши предложения – одни из самых выгодных. Широкий ассортимент продукции, высокое качество, разумные цены, акции и специальные предложения, а также услуги доставки. Теперь мы находимся в поселке Сургут, улица Сквозная, 1А, территория бывшего маслозавода. В субботу 28 января в Сергиевском районе ожидается малооблачная погода, температура воздуха минус 17 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok